Храм Покрова Пресвятой Богородицы Христиан-Старообрядцев Старопоморского Федосеевского Согласия Уникальный памятник архитектуры Был возведен в начале 20 века Строительство велось на средства купчихи Анны Мараевой На земле, ей принадлежащей В 19 столетии законодательство Российской империи ограничивало возможности старообрядцев Строить храмы, издавать литературу, организовывать религиозные шествия им было запрещено Поэтому члены Серпуховской общины, а их в то время было немало Молились в одном из помещений дома Мараевых Старообрядчество Старопоморского Федосеевского Согласия Строгое течение в русском старообрядчестве Его последователи не признают легитимность священства Господствующей Русской Православной Церкви Место иереев занимают миряне, которые ведут строгую жизнь В церкви совершается только два таинства Крещение и Исповедь В 1905 году царское правительство пошло на уступки Старообрядцам разрешили строить храмы, регистрировать общины, издавать литературу, преподавать Поэтому уже с 1908 года в Серпухове на земельном участке, принадлежащем Купчихе Ане Мараевой, началось строительство церкви Ее возводили по проекту архитектора Мечислава Петровича За ходом строительных работ он следил лично Согласно семейному преданию рода Мараевых на строительство храма повлияло трагическое событие Смерть младшей дочери Анфисы Мефодьевны Деньги, которые мать хотела выдать ей как преданное, были положены в основу церкви Сегодня здесь похоронена старшая дочь Александра Мефодьевна Ее прах был перенесен сюда после закрытия старообрядческого кладбища, которое располагалось рядом с поселком Мирный Строительство храма завершилось в 1912 году Он был создан в традициях модного тогда русского стиля – каменщиками артели Пантелеева Серпух – это, пожалуй, одно из самых лучших зданий, которое хорошо сохранилось Никаких деревьев на фасадах, никаких утрат наружного декора нету Это, кстати, очень большая редкость из серпуховского региона Потому что в советское время памятник храмам и зданиям, построенным в русском стиле Или в русско-византийском стиле, их как бы даже не считали за архитектурное сооружение И памятник, как правило, их первую очередь их и сносили Храм чудом остался нетронутым в советское время Его даже не закрывали регулярно Богослужения осуществляли здесь до конца 80-х годов XX века О том, как старообрядцам удалось сохранить церковь, сегодня рассказывают историки Церковный совет этой общины сделал очень такой умный и хитрый ход Они написали, что мы верующие старообрядцы города Серпухова и уезда, а также примыкающим к этому уезду, уездов Тульской, Калужской губернии Советская власть, она как бы боялась массовых выступлений И она видела, что, ого, такой большой регион, как бы одна церковь обсуждала, что лучше их не трогать Решение о передаче храма историку художественному музею община приняла в конце 80-х Но старообрядцы и Серпухова, и Москвы до сих пор приезжают молиться сюда несколько раз в год С архитектурной точки зрения храм – уникальная постройка В нем предусмотрены туалетные комнаты, помещения для сторожей, склад для икон и книг В коридорах хранятся одеяния для соборной службы В православной церкви такого не увидишь Все время церковного года, ну, может быть, кроме пасхального периода, кроме праздника Пасхи Все обязательно темное, такое, сдержанное Черный – это цвет сокрушения, цвет смирения Ты в храм приходишь не для того, чтобы с собой рисоваться и хвастаться А прежде всего для того, чтобы встретиться с Богом Принести Ему свое сокрушенное сердце Каешься о своих грехах, которые ты в жизни совершаешь И потому одежда должна быть соответствующая Вот, кстати, как раз у вас на фотографии 20-летней давности Это московские женщины-старообрядки, которые сюда на молитву приехали Вот как раз типичное вот такое деяние для соборной службы Еще одна особенность – за центральным иконостасом нет алтарной зоны А престол предусмотрен только для хранения Евангелия Священства у старообрядцев не было, и службу ввел кто-то из членов общины В начале 20 века церковь строилась по передовым технологиям Храм отапливался, для этого в стенах сделаны воздуховоды Сохранился и пол из метлахской плитки, произведенной в Германии Иконостасы здесь вырезаны из дуба В них вставлены иконы, написанные в разное время Все, что вы здесь видите, оно настоящее Здесь ничего такого позднего нету И подсвечники, и осветительные приборы, вот паникодила И подсвечники на солье фирмы Порфирь Ивановича Алавинишникова «Сыновья» Московско-ярославская фирма, очень старинная, известная с 18 столетия Сначала они колокола отливали, а потом уже перешли на изготовление церковной утвари, тканей И в начале 20 века они были, в общем-то, самыми ведущими и сильными такими производителями данных вещей Здесь иконы, они разного времени, из разных областей Я здесь, значит, даже интересную закономизирую Очень много икон северных, это Архангельская, Вологодская область Очень много икон написанных, вот, допустим, это из поздних, 19-й, начал 20 века Это написано иконописцами Палихом, Стер, это Владимирская губерния И Москва, да, старообрядческие исконописные мастерские в Москве Здесь есть икона, которая написана в иконописных центрах Поволжья Да, это большой регион, начиная с Твери, Костромы И здесь значительно просто такой сегмент, икона, которая написана в Ярославле в 17-м, начале 18-го века Очень много, очень качественного, вот, такого уровня Сегодня в церкви размещена музейная экспозиция Посетителям рассказывают об истории и обычаях старообрядчества В 2018-м в рамках программы «Светлый город» на здании была смонтирована архитектурная подсветка Храм Покрова Пресвятой Богородицы располагается в исторической части города На улице Чехова, дом 81-Б В настоящее время является одним из отделов Серпуховского историко-художественного музея Открыт для посещения со среды по воскресенье с 10.30 до 17.00